В Манеже открылся музейный театральный проект «Хранить вечно», посвященный столетию превращения бывших императорских резиденций в музеи. Историю Гатчин и Павловска, Петергоф и Царского села музейщики рассказали вместе с Андреем Могучим, художественным руководителем БДТ. Могучим директора пригородных резиденций прозвали и сам проект. Ведь такого эксперимента в музеях еще не было. Это вышла и выставка, и театр вместе, где бутафории и подлинные экспонаты живут рядом. Про достоверную историю и мифы зрителям рассказывает вымышленный персонаж, голосом Алисы Френдлих. Вместе с этим голосом, вместе с дневником, вместе с драматургией дневника мы проходим по такому лабиринту времени. Начиная от февраля 2013-2017 года и заканчивая вот этой комнатой, которая продолжается. Она ведь еще не заполнена. Реставрация еще продолжается. Комната-реставрация. Связать вековую историю четырех разных музеев оказалась задачей непростой. Создатели выставки взяли события, которые коснулись всей резиденции. Революция, попытка музеификации, превращение в парки отдыха и развлечений и самое страшное время – война и блокада. Надо сказать спасибо всем, кто работал над проектом. Была сегодня названа цифра 300 человек, а я полагаю, что еще больше, потому что за каждым из нас здесь, перед вами сидящим, стоит коллектив. И вот этот коллектив собирал материал, подбирал факты. Вообще систематизировать такое количество исторической информации крайне трудно. То, что объединяет сегодня музеи Павловска, Гатчины, Царского села и Петергофа – это послевоенная реставрация. То, что удалось спасти и восстановить после бомбежек – беспрецедентный случай в мировой практике. Для этого проекта из музеев привезли то, что не показывали никогда – руины роскошных резиденций. Восстановлению утраченного наследия посвящен и весь второй этаж манежа. Проект продлится до 8 октября.